Несчастная я! Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь, бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь, а этот изверг. Снова всем привет, друзья! Мое второе видео подряд для вас после долгого перерыва. И вы знаете, спрашивают у меня опять, что происходит с моим ремонтом. Я была не готова вам показывать, потому что ремонт у меня еще вообще не закончился. Как говорится, там конь не валялся. И все еще на той же самой стадии все. Но вот единственное может быть то, что ванную все-таки я закончила. Вернее, не я, а мне закончились делать. Сейчас я вам расскажу и покажу поподробнее то, что сейчас у меня там происходит. Ну уж, коль скоро спрашиваете, то все по порядку и покажу. Давайте, друзья, посмотрим. Хочу показать вам, как мне сделали двери возле моего камина. Вот они так выглядят теперь неплохо. Я оставила дизайн моей стены над камином все вот таким же, как я и предполагала. Тарелками украсила. Здесь у меня двери закрывают вот это огромное пространство с полками. Ну и я считаю, что теперь получилось намного симпатичнее, уютнее. И двери совпадают по цвету с этими кирпичами, с этой кирпичной стеной. Я думаю, что будет неплохо. Ну и еще я уже говорила, что я хочу попробовать камин украсить ракушками. Ну вот я снизу так немножечко начала украшать. Но вы знаете, во-первых, что-то я приостановилась, потому что это очень долгая, кропотливая работа. Во-вторых, я хочу посмотреть все-таки, как это будет выглядеть. Вот не знаю, не слишком ли навязчиво будет смотреться этот камин. Еще пока не решила до конца. Ну и как вы понимаете, ремонт, его же нельзя закончить. Его можно только приостановить. Поэтому, скажу по правде вам, друзья, еще пока и показывать-то нечего. Меня вот просят, покажите ваш ремонт, что у вас там произошло, что у вас новенького. Ну вот я стенку свою вот эту каминную показала, да, показала вам напротив мою кровать, показала вам мои ракушечные панно в коридоре. Я закончила вот это панно с огромным таким... Это панно у нас? Закончила я свое панно из ракушек вот это вот декорировать. Вы знаете, уже продала одно из таких панно. Я продала через ebay, как ни странно, но вот все дошло, и все дошло вполне себе даже нормально. Поэтому даже не знаю пока еще судьбу всех этих своих поделок. Вот пока они у меня висят здесь вот так на стене просто в коридоре. И даже я думаю, а может быть так я и оставлю, потому что эти стены, так или иначе, они требуют какого-то украшения, какого-то декорирования. Показываю вам немного, как выглядят мои новые жалюзи. Вот они. Беленькие, красивенькие. И сейчас на жару как раз таки вот можно закрывать, открывать. Сами понимаете, супер это все. Вот это окно тоже, видите, с новыми жалюзи здесь. Но ничего еще пока в моей кухне не преобразилось. Поэтому показывать снова вам весь этот бардак мне даже не хочется. И вот видите, сейчас у меня приостановилась история. Кстати, сейчас расскажу вам мой поляк, замечательный, прекрасный, на которого я возлагала такие надежды, который мне, в общем-то, обещал, что он сделает все, поможет. И даже он мне сказал, что и кухню он мне может установить. И он мне зашьет вот этот бойлер, все будет в порядке. Ну и что вы думаете? Этот мой поляк, он просто в один прекрасный день меня кинул. Но прежде я хочу вам показать. Это вот ванная комната моя, уже новая теперь. Ну вот, вот смотрите. Вот смотрите, да? Ванная комната моя. Те, кто не видел, сейчас вам скину, как она выглядела раньше. В правом верхнем углу вам видео, пожалуйста. Вот, я таких особенных каких-то, знаете, таких вот переоборудований или что-то, ничего такого здесь я не сделала. Я просто на то же самое место установила новый унитаз, сантехнику новую. Вот зашитую вот эту вот раковину. Вот, что я еще сделала, убрала. Эти все тут полочки ужасные, угловые, которые были. Здесь осталось все как было. Ванна моя осталась как была. Но она вполне себе даже нормально выглядит. И вот я хотела поменять сантехнику. Но вы знаете, вот у меня сантехника здесь такая не на ножках, а прикреплена сразу к ванной. Видите? Для того, чтобы такую найти, надо постараться. А я посмотрела. У меня, кстати, все здесь работает вполне нормально. И сейчас при большом напоре здесь вообще чудесно можно мыться под душем. Вот этот экран мне установил также поляк. Вот он, да. Значит, вот этот вот у меня шкафчик, который был здесь. Вот он сделал такие три двери, установил. Внутри ничего не доделал. Все бросил. Вот то, что сейчас доделали мне тут. Да даже, что значит доделали, я хочу сказать, что это я сама доделала. Вот. Посмотрите. Ну, не очень тут что-то есть и показывать. Я просто установила полки. Вот они разные. Сделала, напилила. И теперь у меня вот этот вот шкафчик, он как кладовка, очень вместимый такой. Все, что хочешь, тут можно хранить до самого верха. Так вот, что хочу сказать. Мой поляк за вот эту свою работу установка в новой сантехнике, раковина и туалет. Также он побелил, конечно, здесь все. Также он установил вот здесь вот свет, вот эту лампу я вам показывала, да. И вот этот вот экран душевой, вот он, душевой экран. Вот так вот он выглядит, да. То есть это все я купила сама, только лишь за работу. Вот еще, да, вот еще вот здесь он прикрепил вот эти вот две больших таких плитки кафельных. Видите, наклеил. Ну и еще он здесь зашил у меня вот эти трубы тут были, некрасивые, торчали. Возле унитаза он их зашил тоже вот таким вот деревянным корпусом. И то, когда я его только лишь попросила, сам он до этого не додумался. И удивился, что на самом деле сейчас все выглядит более аккуратно и более нормально. Ну, и что вы думаете? Мой поляк, как ни в чем не бывало, вот бросил мне вот этот шкафчик недоделанный, да, я вам показывала. Сказал, что он придет через два дня, по-моему, сказал. Приду в обед где-то как-то так. И, естественно, он не пришел. Я перезвонила, он не отвечает. И он просто пропал с концами. То есть вообще ни на смс мои, ни на звонки он теперь не отвечает. Так, мало того, когда он уходил, он сказал мне, что я должна купить вот доски для полок вот сюда, вот в этот шкафчик, да. И он сказал, что вот у него приезжает его подружка из Лондона, что лучше бы я ему заплатила вперед. Вы знаете, как обычно, как говорится, век живи, век учись. Я настолько доверчивая, как оказалось, что я ему заплатила вперед на самом деле за эту работу. И он ушел и с концами. Мало того, что он ушел с концами, с деньгами, так еще у него болело плечо. И я ему такая простая, непосредственная показала. У меня был аппликатор Кузнецова, которым я сама пользуюсь, знаете, наверное, такую историю. Я ему дала этот аппликатор, попросила его. Говорю, конечно, ты мне только с возвратом. Ну и он благополучно забрал и аппликатор, и деньги за работу вперед. И свалил нас совсем. Вот мне понравилось, знаете что, что тут у меня один мужчина, мой зритель, он написал, что... И вот я читаю там про этот бак. Вот у нас были такие большие дебаты по поводу медного бака, что я должна этот медный бак отдать поляку. Либо просто так отдать, чтобы он как бы себя чувствовал вольготно, вот чтобы он делал работу не просто так. Бак, либо, значит, там может быть в счет его работы ему передать этот бак медный. Но этот мужчина, он написал, что... Слушайте, у меня такое впечатление, что здесь собрались просто все родственники этого поляка. Они все за него так радеют. На самом деле смешно. На самом деле смешно, потому что, ну, понимаете, ладно бы за меня переживали, за одинокую женщину, в как бы вот самой тут перебивающейся с хлеба на квас. А тем не менее, значит, все почему-то стали жалеть поляка, что вот я такая бессовестная, не отдала ему бак медный, который он хотел, который он просил. Да за каким бы хреном я ему отдавала этот бак, я вам скажу. Ну вот так. Сейчас, наверное, опять начнете переживать и расстраиваться только за поляка, а не за меня. Что он меня кинул, мало того, что не доделав работу свою, мало того, что взяв деньги вперед. И сейчас вот я договорилась с новым уже человеком. Как бы так. На кухне, я же говорю, что мне даже не хочется показывать. Все у меня здесь как было, так и есть. Весь этот бардак, потому что постоянно приходят люди, смотрят, что они могут сделать. И в конце концов, как-то вот найти никого до сих пор и не могу. Поэтому все вот так вот и стоит. Кухня, по крайней мере, кроме того, что я повесила жалюзи здесь новые, больше ничего не изменилось. Да и вообще, вы знаете, очень сложно сказать по правде. Не могу я, не готова платить четыре с половиной тысячи за новую кухню, чтобы мне убрали вот этот вот мой островок здесь. Вот я, кстати, видите, ракушками занимаюсь, поделками своими. В общем, друзья, с кухней пока у меня остановка. Я хочу дождаться сейчас, договориться с кем-то, чтобы мне покрасили потолок, побелили, убрали вот эту всю черноту здесь. В принципе, конечно, я могла бы это сделать и сама. Но, во-первых, то, что у меня потолок три метра, по-моему, даже больше трёх метров, то есть вот карабкаться, залезать, штукатурить всё это с лестницы, со стремяночки. И хоть стремяночка у меня тут и есть, конечно, такая вот раздвижная, но я не готова, не готова скакать на такую высоту, вверх-вниз, вверх-вниз, всю эту работу делать. Да, я согласна заплатить. Сказали мне уже, что примерно от 60 до 80 фунтов будет стоить вот побелить здесь потолок, побелить немножко здесь, поштукатурить, вот как тут, как это называется, ну, подмазать вот эти все. Тут такие отслоения. И вот так вот выглядит ванная моя с другой стороны. Я закрыла дверь, вот видите, всё это выглядит здесь бы, казалось бы, неплохо, но теперь у меня здесь получились голые стены. И я вот думаю, вот может быть мне оставить вот это зеркало, которое у меня тут висело до этого, потому что, видите, это зеркало исполнено в том же самом стиле, как и вот здесь, это мозаичная стена с кафелем. Вот видите, да? Поэтому то ли мне, может быть, оставить здесь, повесить это зеркало, ну, потому что, понимаете, да, что в ванной комнате зеркало должно быть всё равно. Вот здесь у меня неудачно очень, но это не только у меня, это, по-моему, такие проблемы бывают у большинства в маленьких квартирах английских, что вот как раз здесь, перед раковиной, нужно бы место для зеркала, но места нет, здесь окно. Но я пыталась даже как-то просто это окно закрывать, завешивать большим зеркалом. Может быть, думаю, так будет лучше. Смотрите, я даже попыталась сейчас воспроизвести что-то типа такого зеркала, да? Я не хочу на себе акцентировать. Ну вот, можно было бы, можно было бы и побольше. Сейчас там солнце светит, плохо видно. Ну вот, понимаете, да, мою идею, что я тут вам пытаюсь сказать. Ну, понимаете, да, вот всё равно это выглядит как-то смешно. Чё-то немножко не то всё-таки. Понимаете, во-первых, здесь нужно такое огромное зеркало повесить, но, во-вторых, всё равно так или иначе окно здесь открывается, здесь какое-то всё-таки проветривание должно быть. То есть, вот эта история тоже не очень для меня ещё сейчас пока ясна. И вот это зеркало я думаю, то ли его мне опять же повесить вот на эту стену, понимаете? То ли, может быть, мне опять здесь сделать зеркала из ракушек. Вот какое-то одно из этих зеркал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ну, потому что друзья очень просили меня, что с моим ремонтом, поэтому я и показала ничего с моей кухней, видите сами, да? Ну, и потом, скорее всего, даже если я там кухню сделаю, это я пилю потолок, всё покрашу-подкрашу и поменяю полы. По поводу вот новой кухни, встроенной за 4 тысячи, я, наверное, пока не готова. Не знаю. Буду держать вас в курсе событий, но, конечно же, это делается всё не скоро. Я помню, обязательно буду об этом вам рассказывать. Как говорится, новости по мере поступления. Ну, а сегодня я заканчиваю своё видео. Всего вам доброго. Ещё увидимся. Пока-пока.